Твоя душа моя! Стражаясь с ним, ждала поистину ужасная участь. Задушина. Всем привет, дорогие друзья! Как вы поняли, сегодня у нас гайд на Shadow Fiend. А это значит, что сегодня вы узнаете, как стать мистером Койлом, что такое Некромастери и как узнать, как у вас количество душ. Ну и, конечно же, подскажу вам по Ауре и по Requiem of Soul, как она дамажит и сколько нужно собирать душ, чтобы максимально быть сильным и максимально жестко продамажить. Готовы? Тогда поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Shadow Raze. Почему я так говорю, не спрашивайте. Те, кто играли в Dota 2, те поймут. Вот, соответственно, Shadow Raze. Что у нас делают Shadow Raze? Я вам сейчас поясню. Прокачали мы HotKZ на прокачку. И у нас появляются три активные магии. И как ими пользоваться, чтобы стать мистером Койлом, я вам сейчас расскажу. Во-первых, Shadow Raze это отличный нюк, отличные нюки, которые позволяют быстро фармить и хорошо харасить оппонентов. Запоминайте эти терминологии. Харас, потом что там нюки, да, это, то есть, ну, харасить, то есть дамажить, наносить дамаг. Вот так вот, да, нюки это активные спеллы. Ну и нахрена я это говорю и не понимаю, ведь мы говорим все равно о Shadow Raze. Смотрите, каждый Shadow Raze у нас имеет свое предназначение. Ну и, конечно же, свой дамаж в зависимости от уровня прокачки. На первом уровне один Shadow Raze, это 100 дамажа. На втором 175, на третьем 250 и на четвертом 325 урона будет наносить один Shadow Raze. И, конечно же, КД 10 секунд и монокост 75 маны. Очень маленький монокост. Ну и самое интересное. Каждый койл это у нас определенное расстояние применения. Смотрите, оп, 700 расстояние, потом далее 450 и самый ближний койл это 200. Но не стоит забывать, что каждый из этих койлов, каждый из этих, так сказать, Shadow Raze, он имеет свою АОЕшку. А именно, радиус поражения 250 единиц. То есть, дальний койл на расстоянии 700 кастуется и 250 вот здесь вот поражения. Средний также работает абсолютно 250 радиуса и ближний тоже самое. Очень-очень простенько. Ну, что касаемо койлов, тут есть на самом деле много нюансов. Ими нужно попадать только так, что перед собой эти койлы кастуются. И, к сожалению, иногда бывают проблематичности вот в таких вот местах развернуться и дать койл, допустим, вот я хочу дать венчу, мне нужно вот как-то вот тут вот выгадывать, понимаете? То есть, есть тут проблемы с этими койлами, но, тем не менее, скилл очень хорош. Это не является ченнелингом, но, тем не менее, если в вас клок докопается, то вы будете просто танцевать вот так вот и все. То есть, тут есть тоже небольшое время каста 0.67 секунд, но и, тем не менее, способность очень хорошая. Пособность наносит магический урон, что, как говорится, блочится у нас Блэкинг Баром и прочей всякой темы. Ребят, в принципе, по шадоу рейзам тут больше нечего рассказывать. Очень хорошая способность, позволяет много наносить урона, тоже с уровнем прокачки, если у вас посчитаете 325, и до учета резистов 3 койла будут примерно наносить 975 единиц урона. Это очень-очень много, братцы. Ну и, соответственно, быстренько выфармить с помощью шадоу рейзов, это сама пушка. Ну и, конечно же, как же по классике не рассказать про то, что шадоу рейз бахует, блин, в инвиз. Вы можете просто, знаете, идти, типа такой SF, такой идет, и такой шадоу рейз, кастует, и все, и гг. И вы убили рихи, и все, вы на вудоте, вы самый сильный игрок в мире, и все, топ-1 ваш. Все, поговорили по кайлам, кайлам, и поехали на Некромастери. Итак, друзья, вторая способность на нашем персонаже это Некромастери. Некромастери позволяет нам набирать урон за добитых оппонентов, и, конечно же, собирать таким образом души, которые будут нам позволять быть более сильнее, и, конечно же, наносить много урона с ультимейта, о котором мы позже поговорим. Братцы, смотрите, тут много нюансов, о которых я вам постараюсь по порядку рассказать. Первое, это как проверить количество душ, и как проверить количество урона, которое вы набрали. Давайте сначала, наверное, в принципе, поговорим лучше о уровнях прокачки, чтобы потом уже могли более досконально разобрать все. Смотрите, по уровням прокачки нам доступно тут на первом левеле 15 душ, на втором 22 души, на третьем 29 душ, и на четвертом 36 душ. Душ нам доступны для того, чтобы, так сказать, накопить их в себе. И каждая душа будет давать 2 урона. 2 урона. То есть, один добитый крип будет давать нам 2 урона. Вот сюда. Как видите, у меня первого левела в Некромастере есть. Я прокачал ее хоткей N, но очень хоткей, так сказать, неудобный для прокачки. Но те, кто дотягивается по клавиатуре на кнопочку N, обязательно пользуйтесь, потому что в драйке можно быстро прокачать, а не прогулять крипа и засчитать его урон. И все. Смотрите, на каждом уровне, то есть 15, 22, 29, 36, будет у нас определенное количество собранного урона, которое равно, на первом уровне, 15 душ равно 30 урона, то есть умножено на 2, понимаете? На втором левеле 44 урона с 22 душ, на третьем левеле 58 урона с 29 душ, и на четвертом 36 душ у нас. И это значит, что это будет 72 единицы урона. Все очень просто. Самое, знаете, что есть прикольное? Это вот этот эффект, который мы получаем, когда добиваем одного крипа. Смотрите, одного, двух, ну тут 3 крипа, и такой вот эффектик идет. И мы собираем души. Смотрите, у нас появился урон, 36 демеджа у нас. Теперь было 30, стало 36, то есть добили 3 крипа, и умноженное на 2, это 6 урона. И так вот мы набираем урон. Ну и как понять, какое у вас количество душ? Вот здесь вот нужно смотреть на некромастере. Смотрите, бонус демейдж написано. Здесь вы понимаете, сколько у вас собрано урона. Ну и делите на 2, и получается у вас количество душ. Но вы будете смотреть все равно по урону. Так все просто. За одного крипа дается 1 душа. А за героя сколько дается, спросите вы. За героя дается сразу же 12 душ. Это очень прикольно тем, что позволяет, в принципе, в драке сразу же пойти, подраться и собрать, так сказать, с двух героев, в принципе, уже сразу все души. Если у вас, так сказать, была печальная ситуация. А сейчас поговорим уже о печальной ситуации. Этот бонус можно потерять. Эти души можно потерять. СФ способен потерять эти души при смерти. Количество душ, которых мы можем потерять, равно 50% от собранных. То есть, если у нас максимально уже собрано 36, то делим это на пополам при смерти. И вот у нас, получается, остается, так сказать, половина душ, которые нам нужно опять набивать. То есть, СФ постоянно вот так вот набивает, ходит души. И, конечно же, когда набил уже их максимально, он может бить с руки намного больнее. И, конечно же, уже пользоваться ультимейтом в полной силу. О ультимейте чуть позже поговорим. Ну и, конечно же, когда души уже собраны, то мы не можем поверх лимита собирать еще, еще, еще. И вот такая вот у нас тема. Некоторые ребята говорят, что души у нас отключаются с Сильверейджем. Ребят, но это неправильно. Души не отключаются с Сильверейджем. Они начинают работать так. Когда СФ ударен с Сильверейджем, находится под дебафом Сильверейджа, он не может набирать души в случае, если у нас есть недостаток этих душ. Если мы умерли, и нас опять пытаются убивать, а мы там души фармим, или в драке, так сказать, деремся с кем-то, а он на нас Сильверейдж применил, и мы его добиваем, то душ мы не получим. Вот так именно и работает Сильверейдж на данного персонажа. В принципе, по душам это все. Накапливаем души, получаем урон. За героев дается сразу же 12 душ, за крипа дается одна душа. Максимальное количество душ, которое доступно по уровням прокачки, я рассказал. Сколько дэмэджа они дадут, я тоже рассказал. Ну и, конечно же, про потерю этих душ я также упомянул. 50% от собранных душ мы будем терять в случае, если умрем. Но если у нас был Аегис, то мы души эти не теряем и с новыми силами рисаемся. И когда уже в следующий раз умрем, тогда мы души потеряем. Ребят, вот такой вот у нас второй спайл. Надеюсь, досконально объяснил. Не будет вопросов, где смотреть у нас количество урона и количество душ. И, в принципе, все. Но я уже вижу в комментариях, кто-то хочет написать про СТ. И смотрите, прописываем СТ. Написано 20 душ коллектит. Типа, да, собрано 20 душ. Ну, а у нас-то в прокачке 22. И теперь подумайте. Помните же, да, у СФ раньше было максимальное количество душ немного меньше. По-моему, 60 было урона. Это, то есть, получается, сколько? 30 душ было максимально. И, как бы, СТшка до сих пор не поменена, и она работает некорректно. Поэтому не советую по ней смотреть, сколько у вас душ. Смотрите просто вот здесь по урону. Ребят, все, поехали на третью способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это пассивка, которая будет снимать армор в определенной АОЕшке. АОЕшка 900 единиц от самого СФа. Давайте прокачаем эту у нас способность и посмотрим, что произойдет. Но сначала вот это напишем и смотрим. Оп, прокачали, такая красивая АОРа СФа появляется. И в АОЕ 900 единиц у всех персонажей, неважно, это герой или крип, но не товара и прочая тема. А Рошан, кстати, тоже на Рошана работает, но на Рошана, по-моему, работает половину. Вот, и смотрите, у нас у Инчи не хватает армора. В 900 единицу всех снимается армор пропорционально от уровня прокачки. На первом левеле 3 армора, на втором 4, на третьем у нас уже 5 армора и на четвертом 6 армора. Сочетается со всеми минус-арморами, там, Дезоляторы, Керасы, вот такая вот АОРа у нас очень удобная. Ну и, конечно же, отключается она Сильверейджем и работает у Иллюзий. Это прикольно, но проходит сквозь БКБ, так как это просто АОРа, так сказать, просто снимание Армора. Очень прикольная АОРа, ну и, в принципе, тут более добавить нечего. Просто прокачиваем и бьем с руки более жестче. Ребят, поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Requiem of Soul. На самом деле, Requiem of Soul тут вообще ничего о нем не сказано. Тут очень много нюансов, которые я вам сейчас постараюсь донести. И как, в принципе, работает эта способность и что у нас тут меняется по уровням прокачки. Давайте вообще посмотрим, прокачали у нас HotKR, нажимаем нашу способность, происходит вот такой красивый эффект. И у нас Enchantress была тоже продамажена, и что-то на ней какой-то статус висел, и почему-то у нее стало меньше дэмэджа. Я вам сейчас расскажу досконально, что произошло. Во-первых, давайте по уровням прокачки, что у нас улучшается. С уровнями прокачки у нас улучшается, как тут написано, КД 120, 110 и 100 секунд. Будет у нас перезаряжаться данная способность, и тут не сказано о других моментах. Тут есть у нас ширина волны, начальная волна и конечная ширина волны. То есть, как вы видели, вот эти души, когда они разлетаются, посмотрите еще раз, она у нас имеет, это ультимейт такой веер, да. Этот весь веер у нас улучшается в зависимости от уровня прокачки. Табличку я вот тут вот ставлю, посмотрите, я не буду досконально о ней, так сказать, балакать. Но, как бы, тут много нюансов, что дальность ультимейта возрастает с уровнями прокачки. А именно 975, 1000 и 1025 единиц, расстояние максимальное, которое может у нас поражать данный ультимейт. Ну и что ж, так как ультимейт у нас по уровням прокачки улучшается, самое глупое, наверное, не сказать о том, что с уровнем прокачки возрастает количество урона за одну волну. То есть, одна волна, а волн у нас, посмотрите, в зависимости от количества душ у нас волн больше. То есть, чем больше у нас забита некромастер, то есть, если некромастер у нас на последней, так сказать, стадии, именно 72 урона, 36 душ, то и ультимейт у нас будет максимально наносить урона. Он у нас, ультимейт, пропорционален, так сказать, количеству собранных душ. И чем больше душ, чем больше у нас уровень на некромастере прокаченный и набитое количество душ, тем сильнее у нас продамажит реквайм оф сол. Ну и, конечно же, количество урона за одну волну, так сказать, будет такое. 80, 120 и 160, вы видели это, в принципе, уже по табличке. Ну и самое интересное, что у нас тут есть, при прокаченном ультимейте у нас появляется такая способность, что если мы умираем, как вы видели уже на вставочке некромастере, у нас SF извергает эти половину душ. То есть, если у вас не прокаченный ультимейт, то, к сожалению, такого эффекта не будет. Вставочку я тоже уже, так сказать, вот вставляю, чтобы вы посмотрели. Да, если SF у нас с прокаченным ультимейтом и с душами, то души вот так вырываются без прокаченного ультимейта. Вы просто умрете и потеряете души, не нанесете дополнительного урона с вот этих потерянных 50% душ. Ну и самое прикольное, что тут есть, это дебаф с нашего ультимейта. И как пользоваться ультимейтом, чуть позже расскажу. Смотрите, у нашей энчантерс пропал урон. На 5 секунд накладывается дебаф после того, как SF кастует ультимейт. SF у нас вот так вот закастовал ультимейт. И 50% урона у всех, кто попадает под действие ультимейта, вот именно в АОЕшке, вот в этой, под, так сказать, под действием ультимейта. Вот такая вот АОЕшка будет у нас. И смотрите, 50% дэмэжа у нас улетает. 50% дэмэжа. Также оппонент будет замедлен на 25% моего энспида. То есть персонаж, вот видите, он очень сильно замедлился и пытается убежать, но не может, SF настигает. Плюс есть еще одна плюшка такая, что позволяет SF не нанести урон под БКБшным юнитом, но снести 50% дэмэжа. То есть это очень прикольно, это очень круто. Вот такие вот у нас нюансики по SF. И самое прикольное, что наш ультимейт имеет статус не чаннелинг, а просто вот так вот вы можете баловаться. И если до вас, опять-таки, докопался какой-нибудь Клокверк, или вам просто мислом там Венго Стан сбивает, или там свапнет вас, у вас не уходит ультимейт в КД. Он у вас остается, и вы можете снова попытаться его кастануть. Задержка вот этого каста у нас идет полторы секунды. 1.67 и 0.77 плюс-минус секунд. Там вообще написано что-то непонятное. Но типа вот полторы секунды каст тайм данной способности, и мы можем спокойно применить этот ультимейт. Братцы, так как у нас ультимейт наносит дэмэдж волнами, то, соответственно, непрофитно пользуется ультимейтом именно вот так, как я сейчас воспользовался, а профитно будет пользоваться как можно вот так вот ближе. Смотрите, блинкуемся и наносим больше, намного урона. И, как говорится, тут лотар в помощь, чтобы максимально нанести урона, а максимальное количество урона, которое мы можем нанести на последнем уровне, это 2800 урона без учета резистов, мы можем нанести с помощью лотара. Там написано еще на сайте, что SF получает статус прохождения, то есть через себя. То есть SF, когда, по идее, вот так вот кастует, можно, так сказать, в него близко встать, в упор. И, конечно же, типа, вы сразу же, типа, ну, блин, умрете, типа, да, вот, типа SF получает статус, так сказать, у него пропадает хитбокс, хитбокс как будто на фейзах SF становится. Но это, мне кажется, какой-то бред, потому что, если бы во время этого каста так становилось, чтобы могли персонажи пройти через него, да-да-да. Но тут, как говорится, еще раз скажу, лотар в помощь. С помощью лотара вы сможете в упор четко подойти к герою и закастовать ультимейт и нанести максимально урона. Я сносил так 1200 хп, вот Мартретка, помню, 1200 хп, я ровно четко становился, взрывал ее просто ультимейтом. Ну и, в принципе, по ультимейту это все, братцы. Благодаря ультимейту, также я же сказал, уже можно потерять, так сказать, если вас убили. Вы можете нанести вот этот демэш с этих потерянных душ, ну и, в принципе, все. Накладывает дебаф, наносит урон, табличечку я показал, ну и все, и все. По кдшкам я также все сказал. А, монокост не сказал. По монокосту также у нас маны будет ультимейт требовать по-разному. 150, 165 и 200 маны будет требовать данная способность. Ну и все, братцы. Постараюсь для вас сделать какой-то необычный геймплей. Первую каточку, дефолтный, дамагерский SF будет. И, конечно же, попробуем второй игрой сделать магического SF, который, к сожалению, не актуален. Но, но, через, через EU и ультимейт мы постараемся как можно больше пошотать персонажей просто с ультимейта. Для эстетики и для красоты, ребят, будет такая вот каточка. Спасибо всем, кто смотрит видосы. Спасибо, кто их лайкает. Так сказать, подписываться на канал. И, конечно же, подписывайтесь, если ждете свой какой-то определенный гайд. Ну и, конечно же, комментируйте, братцы. Все, всем приятного просмотра и погнали. Так, ну что, братцы, поехала у нас первая каточка. Первая каточка у нас будет через SF, дамагерского, именно дефолтного SF. Посмотрим, через что пойдем. Через даггер или через лотар. Но хочу через лотар пойти, потому что это прикольно. Это прикольно. Через лотар сейдж. Но посмотрим по фарму. Если попадемся за сынтов, будет очень хорошо. Но мы, как обычно, с коржей, потому что у нас большой КДА. SF это строга мид, ребят. И SF, чтобы загангать, чтобы вообще выиграть SF, много не... Ну, особо много ничего не надо. Потому что SF очень слабенький по статам. Очень слабенький по приросту всяких моментов по типу силы, ловкости. Бар очень легко может загангать. Зевс может очень хорошо напрягать его. Вивер также. Но SF, вот блин, я сейчас наждал переписки этого гайда. Потому что, блин, на SF почему-то хочется, хочется, хочется играть. Просто послушайте этот войс. Зевс может быть. Привет! Привет! If I have wings, why am I always walking? Yes? ...for the last time I'm a Dreadlord! Not that Dreadlord! This is not a dress, it's the standard Dreadlord uniform. Dress to kill! Blah! Blah! Yes? боже офигенная озвучка это орижинал озвучка но это озвучка не именно sf это озвучка вообще по уму на прохождение баланар там был такой не помню как звали в комментах напишите знаю знатоки есть и вообще хотел бы скин фаерлорда но я надеюсь в будущем дтб сделает у нас шерик сделает у нас модельку фаерлорда и она будет работать и будет все пушкой но вообще должны сами скины сделать по идее скором времени надеемся на это и будет пушкой будет пушкой чем первым левелом берем обычно обычно берут некра мастере а можно взять кайлы если вдруг на руне собирается какая-то драка то можно обычно взять и кайлы один вард об забрали даст вард наверно я не буду там подставляться слишком далеко а он вард ну да хорошо по найдем на центральную вроде по идее без варда тут не сильно будет давай 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 бро хорош дайвар долго думал он возьмем некро мастери попробуем ласхитить крип очков но будет наверно тяжело нужно инвокер на хг поставить давайте на свой хг поставим чтобы видно было переагриваем крипов постараемся переагрить крипов и конечно же должен добить до добивая их соул измайн об добиваем я с немножко про по им кайлы начнем душить инвока покажу вам как можно держать на дальнем к или просто оппоненты все он ничего не сможет сделать все отменяем кайл уже не не получится у нас тут забрать их почти хорошо отлично об ушка так можно взять сапог постовый и попробовать его душить все можно уже раз раздерживать его так сказать прогонять немножко с линии кайла левела побольше и можно прогонять его принципе инвока жалко что не добил конечно крипов желательно не суицидить оптавара максимально пропать левел и сейчас будем инвокер просто на дальнем к или держать и все все он не подходит и мы спокойно фармим то есть и сэфом так мид и стоится быстренько левел пропали теперь только роумер ему сможет принципе помочь и нам нужно держать линию и не не бить крипов беспорядочно инвокер теперь только должен фласочку и сзади и только тогда у него будет все хорошо кстати умереть может нет даем тычку отходим все инвокер нас отзонены мы полностью доминируем линии полностью доминируем нам кто-то там идет в рау куда vision варда нет секрет про вот так напишу секрет бро уходим в ботал ребят возьмем ботал пойдем как бы в ганг немножко и ну 45 это много латенса а фб было бы не было царе коннект полностью доминируем сейчас в линии вивер у нас идет помогать инвокеру эхло хп у нас тут целый ганг отряд так с настройка мне попал тоже хорошо главное хил сейчас не потерять проем в мид пришли но немножко я на самом деле считаю что не доиграл наверно мог и убить вивера но это все равно инвокера не лучшее положение сейчас ботлик надо быстренько и поехали далее сейчас 5 level будет сейчас будем еще сильнее харассить нашего оппонента на центральной линии и он скорее всего уже сдастся просто дали на дальнем кайли держим и все правда нас как нибудь может подколоть тоже дать проказ под наши быкования но тут нужно тоже прочекивать эту тему есть у нас ботлик сейчас восстановим ману иногда профитно выкладывать в resband но тут есть инвизоры опа вот эта ошибочка это ошибочка у инвокера слишком близко подошел сф это очень агрессивный герой на центральной линии просто вот так и нужно стоять братцы просто на дальнем на дальнем на дальнем к или просто держите инвокер что-то там переживает очень сильно давайте ли не будем пушить вообще надо сходить за руной срочно побежали пофиг на крипов берем перчатку в пт-шку мне было отличная руна вивер на топе правда вивера нам не убить а вот инвокера еще раз можно убить об хорошо пашку обязательно браться на сф нужно держать прям вот сейчас вот берем добиваем крипа и примут стопроцентно нужно брать тп-шечку и пашечку парень на инвокере не допирает где стоит вард братцы как бы ну чтобы вы понимали нужно держать вардик на своем хайграунде иногда спрошу почему ты стоишь на своих играл фон инвокер взял уже два центре и не понимает почему варда нет а я очень сильно сейчас миду доминирую просто очень сильный локер в шоке локер шоке как же я сильно доминирую когда даем койлы иногда можно нужно даже я считаю переключать пт-шку на инту это очень полезно братцы запоминайте когда фармите пассивно пт-шка на инту очень много экономит маны так ну что инвокера можно в нагло убивать как думаете третий левел ой найс койл найс койл но мы живем тут такой ситуации просто нужно было много мансовать не хотел я там уже переключать койлы потому что боялся что могу умереть ошибочный койл ошибочный койл ребят сорян такой койл конечно это и кесси возьмем будем видеть когда он кастует магию будет легче нам намного локер 3 у нас 7 7 левом такой лы берем оба колдс на по колдс на поэзи контрит убьем убиваем их провин по опять-таки провальный койл был еще найкс вышел помог ему но моя ошибка безусловно да нету мх блин ты чё я 2 койла прогулял уже в мх ошибка щас койлом немного не попал но шо поделать и на хг даешь койл но что такого у меня в арте слов причем профлиш так stick был бы stick есть в арте а еще один в арте уже ставим в арт обновили вард сразу седьмая минута мне нравится что с двух койлов просто выфармливаются все крипы на эсэфе го сейчас в лоторс ребят лоторс сразу сделаем хороший крипстат на миду 53 крипа и примерно 30 своих это против хорошего мидера брат запоминайте чтобы вам было понятнее вот примерно я сейчас должен уложиться на 10 минуте в дефолтный крипстат делаем задувочку такую идем на руну даблкил сейчас бы ты пешечку братцы ой 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 как же я проигрываюсь можно еще блин апнуть аквилу но я хочу в лоторс эйдж выйти как можно раньше сейчас инвокера на дальнем койле поддержим 4 левого не у нас 8 очень сильного купили крепстат или можно душить дальше пашечка есть будет намного лучше если буду помогать своей команде на тп шках и на гангах будет конечно хорошо и сэф очень сильно гангает хорошо дефолтный крипстат мы уже выдержали можно мид снести еще хорошо есть грибочек в этой на а по будет души до не добил это плохо но ничего страшного все добиваем power наглую просто отлично товар наш на низу есть отличная ганг руна мы идем сразу на руну очень хорошо стоит что стоит вот этот вартик у нас гирокоптер молодец делает так сказать с умом и можно к блеск на иксу пробежаться пока у нас нету лотар сейджа тут скорее всего придется делать бкб потому что тут инвокер с инвокер будет на миду пойдем ганганем его попутно можно подфармить ага вот он опа оп отлично задушили изи смотрим по карте на топе 2 игрока пойдем к nike здесь в лесу тут был что ли показалось оп оп хорошо дабылки отлично есть лотар сейдж вертолетик молодец конечно у нас так ультимает у нас 2 левела сейчас будет это будет очень хорошо мы сможем уже сможем уже прям душить жестко сейчас там руна есть у нас кстати отлично отличная руна у нас тоже а и руна инвиза я заберу и в любом случае есть у нас отличный лотарс сейчас будем делать вещи братцы рэмпэйдж просто по типу мне нет лотара и нельзя полить все подбираем обратно реки на топе вот там на миду до репочки так здесь сдал вторую так вот отлично ну деремся и уходим в инвиз эхо пен вон держится долго первые три секунды очень сильно замедляет потом идет на спад оу шишер папа будет вылазить умирает у еще много маны там на убежит он скорее всего а он наверх еще побежал плохо иногда в драках конечно не стоит сильно париться насчет того чтобы переключать пт-шку иначе запутаетесь я сам иногда стараюсь пт-шку сильно не юзать в драках потому что можно запутаться но когда есть время желательно воспользоваться этой темой и восполнять себе ману так сказать по правильному пока есть время можно подфармить сразу наверное будем выходить сатаник скаде будем душить дальше потом спину душат я не пойду уже сейчас стакнем здесь отойдем на руну каус так стакнули отходим на руну но скорее всего здесь не стакнется на так монетка на топ руна нужно прочекать что там там ребята ой 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 там просто реки ой как тайминга вата не успею на руна да скорее всего не успеваю и да тоже вот здесь уже забирают грунт и генерация отличная руна для меня личная руна все забрали быстренько крипов и отходим у нас уже есть почти рекваем 5 секунд 3 2 1 коуп а бесплатному а реки меня пропалил экс тут на экса я не потяну скорее всего да они видели меня надо отойти перебазироваться и это будет найс у меня фурион напугал если честно такой вылез так страшно и чекаем обязательно слоты если там скором времени появится появится этот сентре то это очень плохо так 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 у хуба убила просто найкс там его поможем и вверх только станем хорошо хорошо дальше работаем на инвокер отошел так и 14 минута отличная руна надо инвокера погангать и вообще заниматься пушем я считаю что тут нужно будет бкб но можно просто сразу сатаник выходить и душить сатаник и душить отлично отыгрываем просто оживленная хорошая качественная дота я люблю такие оживленные игры потому что они реально но красивые и очень интересные тупо смотреть видосы как ты тупо фармишь ходишь и все больше ничего не делаешь такое ну реально не интересно браться так но тут никого нету забираем туда руну и идем топ-топ фармить его кармидас взял только прием на миде если там центре появились нету зевса на миг намечается и у у меня есть 3600 можно попытаться выйти кстати в скайде тупо чтобы быть очень плотным и все пт-шку переключили и душем хороший фуловый тавр единственно опасно меня два инвизора могут задушить но у меня есть ты пашка на всякий случай если что быстренько сделать тп и слинять о зевс пришел надо отойти опасно слишком если там еще будет реки мне будет очень плохо койл тут тратить не будем об и 900 есть скорее всего скади будем выходить для противников это будет необычно хорошо и делаем вид что отходим так сказать путаем наших врагов можно зайти в лотар и посмотреть есть ли тут туда будет ли дефиться и оттуда забираем тавр единственно сейчас опасно никого на карте нету можем сейчас умереть за нашу наглость но я думаю быстренько заберем отойдем все отлично 4 700 есть можно поесть берем орбочку маленькую отличная руна и погнали на центральный если там центрячки есть дасты у вивера минус 3 нашей команды делают но мы сейчас пробежимся и накажем накажем за наглость так вот к станем но это скорее всего умру да пойдет сейчас скади уже будет будем еще плотнее но немного не очень ультимейта прокастовал и но времени было мало видели один крип всего тут был к сожалению так 4 200 на не хватает мне нужно 4 200 и еще чуть-чуть доска не нужно добить скади в полностью добьем скади и будем уже конечно более круче с найксом уже будем конкурировать возьмем вампиризм потом уйдем в бабочку скорее всего бкб шку не будем делать возьмем сатаник сатаник тупо уходить будем и все так хорошо и поехали дальше вакер вплотнился очень сильно сейчас будет скади скади мы сейчас в лесу добьем и пойдем уже поддушивать но нужно именно красиво и четко зайти это катка в дэмэдж хотя эта катка чисто с руки мы должны убивать и тут должен быть по любому рэмпэйдж но мы даггер не купили с даггером можно делать рэмпэйдж и изи ой тут и улички есть у нас да это хорошо очень берем тпшка тпшка уже есть погнали на низ там драка как раз идет если там центре рома есть центре есть папа у нас есть скади да отлично но я добил рикки мартина опа вижен дал а у меня видеть сейчас видит что-то здесь так дерется у ее или меня чуть не убили на иксы пивер бежит о ее ее искать и мне поможет но боюсь тут вивер щас меня догонит настигнет настигнет хорошо ска есть можно поесть кстати дал дал бы колоски убил было но нормально продамажил пойдет пойдет скади есть можно поесть сейчас доминаторы погнали оставь please please кого возьмем масочку масочку а такое такое найкса конечно побаиваюсь найкс все же как-никак отжирается масочка летит можно продать брэйсбэндик уже брэйсбэнд это стартовый артефакт с которым мы будем в принципе душить постоянно хорошо сейчас отхилимся и пойдем можно рошана кстати забрать сейчас соло но сармора хватает гол подеремся сначала не вертам убивает для извращуга поехали эх печалька пойдет а господи но буду драться бара поможет боже скади помогает нормально деремся пойдет сейчас домик возьмем будет нормально вообще пускай где-то самая тема сф атак одевать потому что он становится жирным просто плотный очень очень плотный герой становится и можно душить стичок в помоечку потому что нам нужна т.п. и летскоу летскоу надо бы хорошенько зайти как-нибудь с ульты но драки видите какие нету такого байтера чтобы я был именно в тайминге и зайти кого не берем бахнуть с ультимейта прям это было бы пушечно принципе ботал нам тупо на ману я знаю на ману и все вертик вардики перестал ставить два вардика всего фактом на топе вивер убивает хорошая монетка то далее будем делать спросите вы скорее сюда ли пойдем что-нибудь бабочка кираса чем такое веселенькое пока тупо отхилимся в лесочке атак спит какой-нибудь и много дэмоджа а вот я айкс такой в шоке чё за фигня где крипы сори найкс но тут типа макер найс кастуешь ты шо наркоман для а кто нас рошана кстати за урсич забрал я готов в принципе разнести я готов разнести хорошо сейчас зайдем за течку будем кастоваться сэр без бкб так сказать сэфа иногда нужно бкб покупать потому что сэф такой герой с бкб окака успею эх добил он его нас видели в упор вивера убила просто у него там 1200 хпс и что держите в курсе сейчас бабочку сделаем жестко отлично зачищаем кайлами прям вы прям очень легко справляются с крипами когда вот так приходите на деф бабочку можно сейчас купить сейчас просто купим бабочку и пойдем ломать с руки братцы бабочка есть можно сказать хорошо бабочка есть уже макера гоним делает до сих пор есть бабочка хорошо 23 минута бабочка это очень хорошо то при таким айтемах я мне кажется могу не на спящу здраться только единственники мару будет проблемой у меня промах даст мне нужно быть как-то заман сетят промаха есть бабочка к бабочку заезжаем зайдем лотар быстрее побежим те кто не знает что делает бабочка она отключает промах но дает момент спит кратковременно просто стоим и ничего не делаем в этой сэф сэф на перри фарме я мог бы инвокер отшотнуть жестко прямо по страшному можно еще отчет собрать тут у нас сатаник будет и кираса просто жестко или крича нибудь бурезу что не такое можно еще делать вообще пофиг на вивер там убивает ряда и губра папа почти угол а где вивер на вивер убежал для посорить а даже никуда не убегал опа а вижу его подсвечивается жалко что я не попал дальним вот так пойдет все равно опа ну пойдет принципе до показательной катки пойдет так сказать замесил много тоже ошибок там кайлом не попал там можно доминатором взять грибчка волчонка будет дэмошном давать аура смотрите экстра аура где на 30 процентов и шансик при ударах 20 процентов критонуть это у волка криты а мне дает дэмош мне этого достаточно я хочу с ульты подраться красиво чтобы рэмпэйдж знаете такое то у немного пофармим лесочке вы парни собрались там вивер на вивер соскаде я его не убил сальты и версоскаде но очень много хпм устношу с ульты а тем не менее пойду на иншентов бабочку включим пробежимся ботлик надо продать часа топьемся немного ботлик продадим да и не знаю это был мой план хорошо инвиз что то не везет с рунами мне все там на низу ребята драться собрались гау попробуем а реки мару убивается тбм на фреоне это классика кого воспользуемся поможем парню let's go я готов драться просто с руки и любить бить их всех чё боитесь не бойтесь с овощи быкует курса бык я так не пойду в наглую надо чтобы на урсу на кого-то забайтили и я разнес там много дэмэджа гау сатаник возьмем нормально будет парни не сдаются молодцы четко виделись володька у меня 300 урона просто так у меня ничего на урон нету толком есть сатаник остаться один слот нам я нибудь кираса может или что-то того ибо волка вот здесь кого ставим посмотрите как у меня растут артефакты так но я буду драться отойду только вперед дайте от его тело от его сэпплис я не могу направить боже отхил колдс нам завку закон грил меня прям ну я думал эффект больше вы видите . мкб надо от тучки если я смогу в тучке драться я смогу отхиливаться а тут видите одна . и все я уже не такой сильный печалька но сейчас давайте сделаем тогда мкб ласт лотом будет почему нет но видите как бы так получилось бкб не хочется делать в этой как хотя можно сделать бкб и купить даггер и просто врываться раз к стол очки и бахнуть и все пойдет шишера убил соло дайкс прикольный пытаются ребята тоже несмотря на то что я на большом перри фарме как бы курса задушит найкс овощи кусает по страшному жестко такая не сильно возбудительная игра если честно для меня игры и получше могут быть поинтереснее покрасивее уфса вульки не заят почему-то сейчас пойдем лучше соберем вивер душит посмотрите скади просто купил и душит гем да хорошо можно даггерок можно даггерок взять если там гем можно быть даггерок взять и сделать мкб гу зачистим тут быстренько пока барынь добежал хорошо 52 мкб надо но быстро выфармим мкб мкб быстро выфармим можно top tower забрать можно побегу вот тут еще крипов вот этих убить душу уже почти есть о минус 3 души хорошо 2 100 мкб сделаем сейчас в ноги роге плохо конечно я здесь топ сниму быстренько поехали все души фул у нас за душем быстренько отойдем можно какой же я дерзкий посмотрите какой дэмэдж какой атак спит хорошо хорошо следующий следующий стой и какой убара не хочет ждет ну ладно видали какой замес просто пушка там в упор просто все подошлись и взорвались ультимейта все взорвались ульты просто я подходить не буду хорошо лол а я тут причем хорошо так ездим к башка попросили ребят подписаться на канал так сказать душем душ но не знаю 6 слотов я не собрал еще 6 слотов 6 слотов нет а вот как бы 1к по действию потолок и ну да бывали же времена браться когда играл стоп с очень год втфом прензик топич прензики допичи и такие ребятки так ну что готовы мы власть слоты реализовывать мкб есть можно душить let's go я хочу чтоб моей команде там лица разбили чтобы я показал всю мощь во 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 реке мару начинает атаку не буду мешать или помешать таки гоу встанем там сейчас задушим как спасибо за подписку лвдам next пишет мне в пм я соло буду спасибо спасибо за подписку мошки какие-то летают и ты сдан и ты сдан и ты сдан спасибо за подписку большой крип появился го под колодец что-то блин че телимся бедный найкс просто не доходит не доходит печалька но вообще трэш катка на самом деле просто прям жесткая жесткая игра эх реки не умер но вот такая ребят первая катка на эсэфе сэф дамагер получился у нас вообще но в принципе по геймплею посмотрите мид лейн центральную линию как я отстоял как я держал инвокера инвокер немного разнервничался сказал что я мх но тем не менее просто дальний кайл держишь старайся так сделать чтобы тебя не ганганули и все мид успешно дальше просто аккуратно в ганге зависимости от руны и конечно же далее уже по чуть-почуть вообще в нормальной игре именно в нормальной где ребята прям очень хорошо соображали бы я скорее всего бы собрал бы бкб но так как тут можно немного пофанится фастовой эскаде примерно какой там на 15 минуте было и дальше выходим уже в какие-то более серьезные артефакты но вот такая вот первая катка ребят смотрите сами ну может понравится дальше мы пойдем конечно же фановой каткой а именно пойдем сэфа именно в магического и попробуем максимально больше работать с и улом поехали так ну что братцы решила таки сделать три каточки с тремя билдами с интересными билдами на эсэфа не знаю мне лично так нравится и я хотел брат вступи спасибо мужчина мужчина так вот ребят о чем идет речь я хотел бы лич подписчик похода подписчик похода армян тут ребят в общем я что хотел бы в этой катке сделать я хотел бы показать вам еще один билд на данного героя блин вообще этих билдов очень много но на эсэфе на эсэфе куплю позже он же но должен собрать вообще но тут понимаете какая тема у эсэфа есть аура минус армора сочетание с сатаником это будет очень жестко именно сейчас мы такую катку сыграем единство там сларк будет проблема у нас с ларком но ничего я думаем эти проблемы все уничтожим я надеюсь у нас на миду не будет лича потому что лично с изничтожить просто будни в минус xp но лично можно выиграть тем не менее лично можно минерчик посмотрите это очень интересно что у нас минер в команде но мне не нравится что там сларк противоположной команде потому что сларк это минус мораль сразу же сларк это минус птс как говорится ну что ж пока чилим отдыхаем братцы надеюсь вам эти катки понравятся следующая катка будет фановая но она тяжела в реализации знаете почему потому что это фановая страта она менее эффективной нужно обычный пик какой-то простенький чтобы персонажи были такие слабенькие в с ну как слабенький допустим под вот этот пик отлично подошло бы единственно только сларк ну и нужно короче конечно же очень сильный перри фарм иметь чтобы так фанится с ультимейта и актерина но в любом случае будет этот контент браться так то смотрите лодов наверно с наверно съесть и нас лордов наверно с и мы скорее всего собирать будем тут сильверуху фильвер буреза ой или бульза сильверд изолятор и все такие вот артефакты у нас будут это будет пушечно братцы спасибо паритику и какой вежливая комьюнити попросил мид уступи лимит попросил руну вежливо парень типа дай мид блин бро я же мидер положал пожалуйста дай мне руна вот это мне нравится вот это правильная комьюнити типа ну блин прям пушка пушка мне это нравится братцы ведите себя в играх также и постараемся что-то поменять так пак на миду это очень 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 хорошо потому что с паком будет более приятно стоять нежели чем стоялось бы с личом отлично добиваем сразу два крипа в нашу копилочку тут пойдем через лотар и дезоль ребятки этого уже не добьем это скорее все добьем эх не добиваем не торопись и сэф сэф не торопись так сейчас 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 хорошо нормально добили били 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 хорошо третьем левеле начнем харасси цена хорошо да и теника убили но ничего страшного можно сапожок взять час и начинать его на дальнем кайле держать опа это хорошо это можно убить его сейчас чуть не хватает эх без вижу на кастану хорошо хорошо вот они первые плоды прожочка лотар выходим и в дезоль сразу фастовый такой желательно счет ботлик принести отлично хорошо у нас там уже есть руна не успел арасе пацана как можно сильнее приходит к нам шоу об сейчас тун просто это лифчик быстренько запушим линию хорошо все угол правда я на кармастере не вкачал когда вот стоял грибочков просто бил почему-то это плохо он а то прогуляемся а то прогуляемся гангнем так сказать лича зайдем под тавр скорее всего раздаем раздадим койлы а вы прям 4 левел лечь личность интересная как мне написали задавите видимо нет вот так он не видит хорошо хорошо все пойдет опа кто-то торменты сейчас как раз руна будет погнали быстренько на руна айс так сказать овнин такой жесткий хороший работам линии правда сларк но ничего страшного ларка переборим выложим хорошо одну иллюзию здесь оставляем гвардик поставил парень наверно мы сильно тут торопиться не будем с класс хитами вернее с игрой можно подстакивать давайте эншентов стакнем и стакнем обычных крипиев в лесочке опа недобиваемый но ничего страшного ребятки нету в том что мы не добили сюда опы сюда хорошо все и погнали ничего страшного нету если вы пропустили парочку крипов в этом ничего страшного нету мы отходили на отвод поэтому у нас есть вклад в будущее так сказать мы можем спокойно за счет тех стаков которые сделали в лесу вардик срочно вардик срочно надо браться акси вардики ушли у нас опа там файт начался какой-то вот и по сделаем поможем чешо поможем а 120 хп не убью можно дать тычку и дальний ой 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 это цгг ужас вот это койлы конечно но мистер койл я заслуженно получаю так сказать звание мистера койла царе я мистер койл и попал мистер койл хорошая руна фарк там ременеца полноцентрально пройдемся или давайте лесочек тут еще просто каем подфармим и ближе будем к лотару вот это я гангнул добраться но подустал на самом деле не скрой я гайд сейчас пишу уже очень поздно можно сказать на часах 4 утра у меня и как бы тяжело немного рассеянно но тем не менее хочется для вас видосики по под записать то хорошо хорошо сделаем дефолтный лотар отличненько будет отличненько лотар почти есть я мистер койл ребятки мистер койл не будем танчить наверное пусть табр стоит еще теперь заберем пак пришел я забираю нас на низу как-то плохо все да надо помочь ребятам ну сейчас мы лес под зафармим и уже с лотаром с новыми силами пойдем души сларков потому что по другому никак надо надо браться надо надо и чуть и подфармливать тоже помогать команде вот тут отлично я себе настакал пока бегал просто так и можно с трех койлов это все порешать так стоит эту всю проблему ой улетела у нас кура так ну вот как пользоваться ботлом с регеном желательно пользоваться вот так вот на бесплатную ману так сказать забрать еще крепочков оп хорошо отличненько неплохо так у нас есть 9 level мы можем сейчас еще пропаться чуть-чуть совсем получить одиннадцатый и все у нас будет пушкой лотар у нас уже есть осталось носить т.п. шичко и можно взять стики еще идти душить смело слор там внизу суридишь и делает прям извращенец по т.п. не забывайте братцы обузите все будет хорошо на экстом выходим в дезоль т.п. вот так вот манку обузим так т.п. и гол аквилу возьмем хорошо на топе там убили кого-то сларков не посмотрите для а задрот какой на сларке сейчас пойдем душить сларка ваншотнем его на линии 700 хп там брейс бэндик ну на этих крипов нет смысла особо койлы юзать если маны у вас не хватает то желательно не юзать так все фарм пойдет сейчас побыстрее есть лотарчик с лотаром вообще пока это фарм очень быстро начинает идти во первых вы быстро перемещаете во вторых быстро бьете вот он за и замок еще руна осталось кто-то не забрал но я успеваю забрать держи раз держи два отлично все по подеремся жалко один из того не хватает и по я сбился т.п. это было очень больно где-то тут четвертый есть ах нету ну чтож выходим в дезолятор хорошо там на руне кто-то был заберет у нас шрак там изи крипочек по виндранг собралась драться но и помогу ларк креветка вич его поможем ну леча наверно будем убивать а вот зря сларк на меня не забытчил хорошо отойти давайте под зафармим кемпики вот так вот делаем и постараемся этот еще стакнуть но этот мы в любом случае стакнем я в этом не уверен кемпе мы должны и то и то простакать дезоль очень хочется в минус армор тупо будем уходить тут но дезоль билд это билд который к сожалению руинит очень много моментов таких как лейтгейм артефакты нельзя собирать сатаник ребят напоминаю видосик по орбефектам у меня есть на канале все обязательно смотрите этот видосик и будете понимать какие артефакты орбефектовые будут сочетаться какие не будут все очень просто все очень просто все очень просто так ну 1200 на базу сходим там чуть-чуть остается дофармить там на самом деле копеечки абадон конечно очень проблематичен будет ой 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 там еще и сентрички будут сейчас брать из-за минера там такие сладкие хитпоинты на самом деле уф сларк сейчас всех накажет вот он вот он пошел сларк лучше но на топе пока души соберем которые мы не теряли не забывайте боталпада бузить немножко после того как ты поехали бесплатный коилд раздать так сказать сейчас уже дозор будет будем за залив раздавать свой братан сори меня обижают сейчас все будет хорошо у нас чуть-чуть остается до дозоля до минус арморка чем уже 4 арморчика все уже есть дозоль еще будем душить хорошо все я готов запаковались аквила очень хороший артефакт на эсэфа тем что позволяет хотя бы но чуть чуть больше регенить ману мана нам тоже на эсэфе нужна мы постоянно койлами спамим очень быстро очищаем так сказать поле боя но они меня ждут на меду там ребята но я же не тоже не дурачок особо там подставляться могу в спину зайти если в спину зайду я очень сильно домогну сейчас у меня столько урона будет с руки что это г.г. просто г.г. лично лоу хп тоже по 600 хп господи это просто ваншоты сута просто ваншот уа все влетел парень влетел угол это плохо ну такое хотел чтобы покруче то выглядело все вот так получается эсэф минус армор поехала работаем жесткая катка конечно звук сам вот этот еще такой звук шух-шух такой страшно аж становится лакинг бар дальше можно что-нибудь на скорость атаки вообще эсэфу блин часто очень манту собирают очень часто манту собирает прям так все минус армора есть минус 12 армора минус 13 армора так как 7 армора у нас снимает изолятор а руку можно сейчас что-нибудь дождь щёческая прям тоже сюда купить ману нас на драку не хватит конечно попробуем от пиццы хоть максимально как можем 300 ман есть 300 маны есть гауяшку возьмем наверно манту я шаманта дезоль что-нибудь такое да и бкб и и дальше еще кирасу какую-нибудь и скорее всего тараско будет через этот через дезоль это старая так сказать старый билд уже давно так вы знаете он баянист такой старый-старый настолько старый что уже бородой покрыть такое годовалой 300-летний такой старенький айтем билд прям вот эсэф знаете напоминает такой старый эсэф прям старый-старый абаддона я не взорву сульты лишь с опсами ему гг тут убил плеч вардит молодец плеч вардит единственный минус этого эсэф у него очень быстро улетают хитпоинты и ты их никак не можешь восстановить никак просто сейчас руну ждем можно вообще рошана заколотить аккуратно это надо с командой вообще сильверуху нужно сделать сейчас паша минус 10 армора здесь армора апача ну какого тут в упор взорвать это была моя плана это была моя плана ubl���ка уил maar но, как стоп ты плохой есть уиларка не могу что уиларка я целую я наше сделаю я помню не感謝 я эксперимент don хорошо старенький сф такой но не менее так сказать не менее сильный не менее сильный и тетереть и поехали у нас лесочек погоняем ребята что-то там совсем приуныли но вардики вардики ребятам нужны там против минер чека все есть манта манта гол бэк и драться будем всегда качественный контент поснимаешь спросим но лэц гол душить ох парни там видят душите в году убил пока до лока пока погиб так манта есть еще остается два слота перес на центре есть там по моему там центре нет ни хрена он там центре не хуя ни хрена нет сорян что-то мне перемкнуло он засуицидился он засуицидился жесть извращенец успел засуицидиться баги вилл джак баги вилл джак на венге такой старенький сф оунинговый получат боже посмотрите просто всю команду там выиграли минус армор тащит блин хоть один ультра килл рэмпэйджа боже как же он ломает как же он ломает я уже забыл насколько этот сф приколен в том что он очень быстро пушит с дизолем хорошо отходим отходим хорошо так 2 700 есть это отличненько чо next там будем делать спросите вы скорее всего сделаем blacking bar чтобы можно было игнорировать все или можно купить даггер еще чтобы быть еще подвижнее таки сделать рампашки рампашки прям хорошую надо сделать так у нас тут стаки кстати бы ты самое время их подфармить не зря же мы стакали их этих крипов да отлично зря же мы их тут стакали пенга что-то подлагивает очень быстро фармит этот сф под минус арморами прям по страшному м по страшному 3к есть а может бабочку сделаем вы представьте как мы будем с бабочкой тих 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 прям напихивать напихивать будем ну попробуем почему нет бабочка тоже хороший артефакт отведем крипев а тут пипов нет это перец и хорошо сларк латарс и делает сделает конце концов ой и на минутам драка пойдемте подеремся наверно хочется прям минус пять такую драку сделать типа как вот сейчас задушина задушина даже ульт не нажимал просто даже ульт не нажимал так курьез наверное сделаем допущая его эффекта допущего эффекта братцы я руна к и тут как тут и у меня как бы блин хп немного и ну ну и я лоу хп бро чего ну вот это конечно непонятные муфы за него мне придется уйти на базу подхейтил меня парень что ибо ты и так рэмпэйдж там сделал типа какой тебе типа этот сейчас еще возьмем кираску все отправляем к нам кираску взяли еще сейчас что-нибудь смотрите на наши просто темы год даггер еще возьмем может еще рэмпэйдж оформить постараемся надо будет подстиливать именно а лучше чтоб биндранка умерла задница я и манту ничего не нажимал и хорошо что не нажимал потому что там лечу льда манту под конец чисто чтоб таргет сбить улича 8 секунд кд 1 я отлично помню как бы можно сказать что не зря я не завязал так что это не упущение все вот такой вот билд хорошо латар вот так и на давайте на четвертую на четвертую манту ставим такой у нас билд нестандартный но прикольный это пастовый билд там напишите какой билд вам понравился больше я смогу даже в наглую прыгнуть постануть пока ребята там дерутся можно аккуратненько по афк шить потом прийти сделать рэмпэйдж что охотимся на рэмпэйдж или нет или идем просто гаудратс просто гау 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 оу щит вот мы снова трипл килл ультра килл let's go не беда трипл килл ультра килл не беда говорим page кто там бай байкается никто не хочет жесткий бил такой старенький но тем не менее прикольный братцы жалко там кого-то правда забрали никому у кого-то не было еще брэмпой сделали этот бил такой прикольный дамагерский он до сих пор актуален если вы хотите быстрые катки он такой актуальный гол еще возьмем сейчас так сказать возьмем два гипер стоуна то есть мон шарк он шарлик отлично можно рошана кстати забрать насколько я знаю рошана мы сможем с монтой забрать как смотрите как рошан падает то есть боже я уже забыл как этот и цепи вообще ну прикольный эго менярчик пойдет только не варка ну не знаю не знаю сарри амбо ухилочка возьмем мало хп у нас надо чтоб ни разу не умереть еще отыграть боже какой же мощно у меня и сэк получился регенчик можно конь пониточка к возьмем хилочку там пайт начался до патча ю дай там просто добыл килл минер трипл килл даже сделал фига ю дай просто и все чем походим еще 30 секунд и постараемся снова рэмпэйдж сделать блин тут можно вообще очень много фрагов сделать там ребята очень слабенькие сейчас я вообще тут на перри формах просто хожу фанис я хочу куни трэмпэйдж сделать просто сейчас пока ресницы по 20 секунд рез у них рэмпэйдж хочу еще один рэмпэйджик вот этих крипов так вот этих крипов так все это зафармливаем быстренько ой там щас точек ничего у нас фарм контора тут просто стоит боже какой же я сильный вы же я сильный сф сейчас очень сильно на карте стоит сильверуху думал сделать против абаддона но как-то не удалось гау чуть-чуть там остается даст и плохо мало хп осталось бадон очень много хп снял то у сильверуха и хилочки минус этого сф это хилочки просто наносить потому что я никак не могу восполниться либо союзники должны напрягать и боя все хилимся хилимся стоим чилим сф стоит в лесочке хилиться с фласочек все поехали этого хватит чтобы установить все хит-поинт лично поймался let's go раздагерок еще будет лично гонимом для улё но я не сдохну смартам видели побежал за мной надо бежать ее чуть я первый раз не сдох добраться то есть на базу реально закончим тогда хрен с ним с этими рэмпиджами красочная игра не хочется ее портить конечно же и конечно же и конечно же конечно же конечно же конечно же голдаю закончил эту игру возьмем вот так вот и закончим эту каточку таким билдом прикольным побежать так догон я там в бм ни хрена себе в сандале лабадону жестко но манта кстати мантой сбил сбил чайник каким-то образом видимо там есть микро момент когда чайник прерывается получилось прикольно сын 3 очков много-то я лично гонимом сейчас руна какая-то будет урону посмотрим хорошо так 28 фрагов поехали 30 ничек сделаем гемчик есть там да кстати еще сантрички есть оу хорошо боже как же рубит с лорчанок ты куда бежал славить тракил одесс ларк дай сларка нам другое дело другое дело но ребят вот такой вот билдец надеюсь он вам понравится тоже старый билд забытый уже здесь у меня не форсанет а кстати можешь ему отключить таки один раз один раз таки да сдох да вот я свинья только не убивайте его дайте его забрать мне эх но вот не мог я ни разу не сдохнуть да ребят ну ладно хрен с ним но такой вот ребят билдец смотрите сами какой билд вам ближе какой билд вам интереснее но тоже неплохой билд считаю старенький забытый билд но и тем не менее он до сих пор работает я это только что проверил ну а сейчас скорее всего попробуем уже фановый билд фановый через конечно же и ул и актарины и прочих лягу хрень так что ребят поехали так ну что наконец-то нас закинула за скоржей я так давно за скоржение играл это хорошо так и парень мид просит да парень мид просит надеюсь не будет никакой сф конь киевс нифига себе так ну что я беру сф а пофиг вообще пофиг вообще берем сф и поехали скелетон кинг хорошо кау нам ботом линию или на топ линию пойдем пофиг не пойдем через центральную братцы он здесь прописал мид мы ему уступаем этот мид в любом случае пусть парень покайфует так берут берут какое-то что-то у них по моему есть какая-то тактика они ее придерживаются братцы в общем что мы тут будем делать по игре это что финить это понятно в принципе постараемся тут максимально четко отыграть а так тарино magic сф поджиг именно magic сф линка тут скорее всего не нужно хотя можно и линку сделать посмотрите тут такой же тоже неприятный пик то сделаем линку линка быхающих за быхающий приятный пик приятный лотар до линка по-любому тут лотар потому что шо линка тут по-любому нужно будет потому что тут вот есть трекер причем лотар скорее еще царе всего сделаем лотар в скорейших так сказать моментах и пойдем на фланговую сторону от линию вот линию пойдем выфармимся что нужно level будет не так быстро идти но стараемся выфармить пт лотар с лотара начнем потом сделаем линку и дайкер купим еще до кучи и будет у нас все чики-пуки так быхан на топе джалюль сам джан джалюль унтер лоссе мочи некс и албхардес албхардес ничего так мне нравится их пик можно будет тут пошутать конкретно красиво поиграть под команды а вот а тут не дадут руна и они не тут не дадут вот станчика дадут и бегать отходим не 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 сможем там два стана опасно нас линия кстати два стана тут посмотрим я походу соло тут стою вот этот соло стоит так где дочка вперед сф-хардлини и вопрос а я тут против леона походу будут а нет хорошо вот хорошо дедок ну дай тычку ему будь то человек молодец дедок другой дал леорик хорошо акс пришел с аксом кстати можем тут линию выиграть пойдет пойдет двоится еще берем сапог сразу постараемся со станов не умирать потешку сразу постараемся сделать хорошо следить главное за героем тут на линии одна ошибка и мы погибли хорошо я прям хорошо тут перелаз хитил она почему не добил 26 но шоу бега там чел флеймит акс леора он плюсики качает я понял вот это прикольный акс а а опа станчик понял она хилим ся Хилийся. Хилийся. Уроку стая полетела, странно. Когда я себе нажал, надо переюзать. Паст, конечно, на таких ХП стоять, но я, по идее, выйду. У меня сапог. Хилка летит. Хилк летит. И можно сходить в лесочек, наверное. Клево реку. Дестер на миду. Вот Бахара умит. Опа. Я его убью. Хорошо. Там Баха шел, да? Когда выведете на базу, то по сделаем туда. Баха шел. Так вот сделаем, уплотняемся. Лерик сменил местоположение. Хорошо. Акс, один-три, качай, брат. Опа. Опа-ля. Сейчас бы ему Аксу первый пригодился. Попробуем, да, истер убить. Вот это плохо. Меня сейчас могут нагнуть, да? Все, Рикентосович? Хорошо. Нормально, пройдет. Не сдохли союзнику. Помогли. Все пушкой. Баха, конечно, тяжелый герой. В начальной стадии для Эсэфа, потому что Эсэфа слабенький. ХП нет. ХП нет, ничего нет. Хорошо. О, Баха. Где-то маны нету, а Саудро. Сейчас ближний будет. Печалька. Печалька. Что там надо ПТ-шечку, да? Хорошо. Рьюзни мы на топот правил. Что, боже. Недалеко обувь. Рейти не бежит. Ля, закидывает и браконьер. Смотри, убьют. Убьют. Да, убивают снайпер. Поздно снайпер додумал, что можно ультануть. И убить. Так, там вон он. Парень. Жалко, что на девятой минуте не будет у меня лотары и девятого левела. Это очень жалко. Горение Акс. Кидает ему. Шо, дота. Там шо, дота 2 койла да лол. Шо, квилка? Стики да апаю. И ты зачем мне так делаешь? Шагов. Там пуша бежит. А, круна есть. Вот хорошо. Да, Нарина, ты. Лерик, что я левел апнул? Только левела не было. Леона, давайте убьем. Леон сольет кнопки на Акса, и я убью его. Шестой левел у него. Меня убьет леван, если прокаста нужна. Акс, гоу. Бро. Где-то добил. Побоялся этот средний почему-то? Надо или давать, или не давать. Там уже такое было давать, или не давать. Вот что вопрос. А там надо было давать, в любом случае. Оп. Хорошо. Эхо летабор побьем. В лоторс выходим, ребятки. Есть у нас, в принципе. Все, что нужно. Лонтара, жалко, нету. Девятая минута. На двенадцатой будет. Медленно фармим, конечно, на этих линиях. Чуть-чуть остается, да? Лотара половина совсем тут, в принципе, немного. Хорошо, есть. Один ингредиент. И начнется веселуха левела бы побольше. Левела побольше. Та он тебя не убьет, потому что ты боишься. Что ты боишься. Бурк туризм. Лолд. Тогда, может быть, хреново уже. Уф. А в Anvisa появлюсь? Хорошо. Хелп. А не. Лол. Сейф года. Это был сейф года, парни. Красавчик, мини. Молодец. Лобки умеет нажимать. А не, зафармим. Почти лотар есть, это радует. Лотар. Сейчас начнем веселье. Начнем веселье. Есть ультимейт первого левела. Все, погнали, парни. Леорика там кого бахать будем сейчас. Но Леорика нет. Леорика тяжело быть. Линку дэкстом пойдем. Пусть идет помогать. Снайпера. Давайте первого снайпера. Шотнем сейчас. ДП на топ сразу. Близко, близко, близко. Встанем и бахнем. 80 урона. Все равно за волну. Но это немного. Это немного. Вот 80 урона. Написано тут. Ю, Дейлинг, 80. Дамаги и яч. И все. Вот так вот максимально. Оба. Понравилось? Мне понравилось. 900 хп у пацана было. Надо ульт первый левел. Лу, лу, лу. Линочку next to, парни. Тут Линка просто must have. Борнин крузайди. Борнин крузайди. Линка просто must have. Must have, Линка. Хорошо, ждем ультимейт и 11 левел. Факс фармит лиса. Килинг спрейг кто-то там сделал. Нифига. Смотрите, снайпер сколько. 910 хп. Я его убил с ультимейта. Все же работает эта тема так, что вот реально то, что написано на сайте, все же это так и есть. Но именно во время того, как уже ультимейт неизбежен. Именно тогда. Тогда вот этот хитбокс этот вырубается и становится возможность зашоток, так сказать, с ультимейта. Да, это так и есть, парни. Все же это заметно, что это работает. Вот что-то цель поменял ТСФ. Хорошо. Так, делаем линочку. Ждем ультимейт и можно делать окторинг. Посмотрим, ли дайгер или окторинг, как повезут. Вообще, окторинг хочу. Но линка тут нужно, чтобы бх не болел нас. Типа, да, ты че сказал мне. Жесть. Ну я, просто. Ну, опасно. Подходим. Не надо астрал кидать. Не-не-не-не. Забайт что-то, окей. Бро. Брэ. Хорош. Сам заберешь. Сам заберешь. Звер. На тени у нас. Вверх. Пх на топе. Гоук Т2. ТПшечку сделаем. Там снайпер еще, по-моему. Я успею, по идее. Реклаймы. 5, 4, 3. 2, 1. А вот. Поехали, поехали, поехали. Так, прям ровно, 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 ровно встать надо. Вот так вот, идеально. Идеально просто. Идеально. Просто идеально. Кенчик. Просто идеально. Дэмэджа очень много. 2 800 без учета резистов на ласт левеле, это очень много. Очень много. Блин, может солд бустер просто взять сейчас? Что это сейчас? Это был мой фланг. Солд бустер. Или линку доделать? Уже реген большой будет. А солд бустер будет хороший монопул. В общей сложности. Лес пустой, просто зафармленный. Фармить негде. Просто фармить негде, парни. У меня 13 левел. Алекандро. 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 Али, Алекандро. Али, Алекандро. Ох, вольно. Вольно. товар и обзабрал карауль будет пойдем шотать пойдем под фармом а нижнюю линию выйдем под фармить 200 есть давайте все же линку наверно слинка у нас будет чуть больше хп больше выживаемости будет смотрите идет что делает дестер там ганг отряд 66 секунд шо дота шо дота я думал найдет на самом деле так линочка сейчас будет ли он почти в аганим вышел почти в аганим вышел андро олег андро чем пуджу это это руна немного не понимаю уж забрал зачем-то руна слинку уже доделаем есть линка а то пашка надо держать блин надо фармить на будет пашечка сколько 325 почему 325 именно и вот это вот иногда вот сводит такое сомнение это пашечку можно please для ну не умрется прокаст про шо ты пашка на топ есть пх там на топе для весь лес почистил ли урика риса и давай давай убили отлично баха уже походу знаешь что здесь не стоит ходить здесь походу он все же решил дойти а нет все же решил отойти братан у меня линка чпонька молодец что через линку ну ссори это конечно это конечно ссори называется какая ситуация ты конечно ссори отстань от меня через линку кидаешь меня срань это не честно это то же самое что дум кидаю через линку это вообще не честно теперь он короче по всему лесу будет ходить за мной накидывать линку чекайте то откадышилась сейчас по-любому такой и мы опять закинул они он там дерется и они они не на тестер please опять линку сбили наши шутцы пилинг это прицепились здесь убивает убил лёлька бежали бежали кд я бы помог ему для я down они убьют тут надо забрать лицо а есть линка нет не астраль поднимется на хаги умрет вот здесь у культа ну хорошо и надо так пугать меня надо так пугать меня хорошо горбу сол бустера вич называется жестко конечно типа что-то все был но вспомнил c наше всего снайпер делает лотар кстати держите в курсе 05 207 2 даже 07 2 перетерпела 05 2 ливну понимаю устал парень наверно просто так бустер берем нагоним сделал хорошо что линку купил правда нам не вообще не помогает ничем и по бх трек кидают через линку ребят будете знать я сам не знал что это так работать будет но видимо так бустер наберем соул бустер и ник шардон просто так бустер есть можно поесть пустер даст нам немного манки пешков и усе в этом роде и не и не пришел такой жесткий что там анриенчик есть есть стопроцентным анриен написано но нашу доту что ли пацаны так примерно так 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 снупер что дота я еще отменил думал слишком рано а потом он делал и слишком четко ляша дота какая ляша дота шо доту заказывали так как-то риноч почти есть актарины даггер возьмем будем овнить есть легенда как что когда сильвера бьешь снайпера снайперу снайпера слетают очки короче как говорится этот типа поняли о лотар лёрика у рашка слетает типа он такую не вижу ничего когда сильвера бьешь снайпера да шутка хорошая парня пишите комментарии хорошей шуткой нет шучу не могу так хорошо на низу криптики не буду стилить нет не будет неправильно пуджик хопает пуджик работает я на низу лучше соберу крипов не почти актерин есть акторин то хорошо начнем уже свои гнилые тела а там бы хорошо делает леорик дерется он бегу помогать допомога у него реза по моему нет поэтому он уходит сейчас бы актарины я долго когда же салатар актарины и сильвером сделаем снайпер уходит хорошо бро беги это максимум что я мог попробовать сделать сейчас попробуем догнать нам в лотари быстрый очень это что я и нет отхиливается уже пацан наверное налево реки кустиках так для 700 есть это хорошо или плохо это хорошо все поехала теперь теперь блин дагерок бы и сервер ушка дагерок надо парни прям дагер очень нужен плохо что мне бы х может трек через этот через линку закидывать нафигом нужна эта линка хукай тут за хорошо молодчина здесь молодец здесь молодец плюс здесь плюс молодец так стоп 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 хорошо проблочил четко чтобы внизу не закрыл спаун 200 айкью гейминг дагерок хочу дагерок хочу снайпер ворбу купил надо тпшку носить тпшка и дагерок сейчас купим вы хорошо хорошо для куда он ушел до должен быть сдохнуть снайпере но ульт не в молоко можно в молоко да ультимайт но что подел он быстро когда же все равно все есть дагерок дагерок нам поможет убивать в таких ситуациях конечно хорошо тут гоу с третьим пацаном об хорошо тягу за дагеров пока идем по тэшку на ману и поехала так что там у леорика сильвер ухо это хорошо так лонтар сюда дагерок вот сюда поставим на стике все есть дагер отлично очень быстро двигаемся и гоу сильвер делать парни сильвер дальше акторин по акторин на рефреш и все игру кайлами добью отлично мандари день с хорошо парни закрыт на хай граунде просто вот таким эсэфом по кайфу фармить конечно прям вообще по кайфу двигается офигенно этот с очень быстро иду-иду-иду-иду-иду помогу только там надо ждать снайпер как подойдет хорошо держи тебе по-любому стана будет давать по-любому думаю ему быть ребят не забывайте подписаться на канал если вам нравится фановый контент какой-то вот как вот сейчас через акторин playm это интересный билд на самом деле так у нас кстати тем временем есть вот такая штука так давайте вот это тоже вложим кто-то там тоже хотел чтобы эти артефакты были так неправильно будет этих не будет когда же уже сделают скины я все жду когда же же скины сделают хочу фаерлорда алло это данные сети очень часто буду играть фаерлорда если сделают просто пушка будет что-то мере мана у меня в принципе не кончается я хожу обузу пт-шку и аквилка дает о себе знать об 1789 у нас 24 она еще складывается 31 2к 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 маны мне в принципе она и мана не кончается я ходил и в принципе почти пока дедови я стараюсь экономить правда стараюсь экономить тем не менее я очень много маны трачу пока башка не будем тут на это где делать я мистер койл поэтому ребят мне можно так хорошо лично еще 200 маны там файт начался они там леона убили просто nice fight nice fight снайпер снайперы так грибчики по ваншоте либо ногу потопу пойду снайпер спокойно не думал что тут снайпер будет лотар почти по кд могу вязать то есть повел он вечно почти 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 вечно лотаром где-то снайперы будут тут погнали топ пармить жить пармить пушить сф очень быстро у меня такой билд d2 актуален вообще жесть он очень четкий билд такой кайлы стакаются очень много кайлами дамажишь м по страшному все ману зарегенилась от линки хорошо лучшко убьют че заступаться в нам кинек убивают для бьет интересно наверно нет обида в леона наверно на жесткость 3 500 часа гиперстол еще наверно давайте сначала рефрешер сделаем такие файтов я таких не замечаю чтобы можно было прям воспользоваться нужно файтов нету их четверо блин там о пятом слоте чел подвел парни одевается от хайграунда стоят просто настреливает снайпер свои своих крипчиков настреливает с хг выходе до стоит еще ну конечно если фарм так быстро очень быстро 4 волосе до добавить вообще пушка что-то делаем уже такая фарм игра получается да что поделать решила что побить а я не знаю иншинктов тоже рисах так на топе фарм а на море фарма ой на море на топе типа хотел что-то на море качка что-то спеть и полчаса на море фарма на море фарма много фарма а у реки а у реки а у реки да но уже есть и refresh у меня можно душить кнопку кой билд по душе вам что тот билд прикольно шо этот но этот билд если есть дамагеры в противоположной команде и у вас нету дамагеров то очень плохо приходится очень плохо прошлую катку играл сколько 70 минут против легиона ли он 600 урона просто ничего нет там челс полтора когда но в 560 урона было у него просто на дуэлил и все тычками убивает чё хочешь делай ничего не сделать ему этому как-то так сейчас ему рошан рите рошан не разворачиваться из-за дистанции типа лоха повод тут не работаешь а лоха повод бить и берет айегу ой на топе кто-то снайпер 1600 хп я жил ваншот на хорошо там бх я думаю почему бы х нет но они все втроем остались короче заканчивать буду не знаю по play или хреново по play или с такой лами чела решили не париться ходить с игры в реке в реке в реке в кем там что ли варик окно что ленчик ты где что пацаны не хотят я не могу двигаться бак какой-то слою же чем чем может быть проблема ну ты рак вот вольта вольта 1 вольта ща как бахну жахну оба нифига что дота показываю ой 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 шо доту промах мало демиджа нанес заново в упор когда в упор стоишь а еще демиджа много наносится проказ с ультимейта пх-трак накинул а уж телеви рейды жестко конечно жалко что поливали типа но и держу добиватель добиватель 28 и эй это мой шарт отдай шо какого хрена он за это можно репорт напишу она серьезно прикольно конечно чел мутит так 40 секунд до рефрешера запущен да я согласен чё тянуть в складе а я чё не в инвизи типа да эти по не в инвизи да был или чем за центре на расставе может там баха будет а стану окно 14 секунд до рефрешера прикольно странная конечно тема что не сказать лорик для души для души теле для не душите дайте пройти латар сейдж работай 30 хп 30 хп осталось там еще бх сейчас какой-нибудь в инвизи будет а не он меня не убьет по идее чел на бх мы сейчас много скойла захилим 50 хп целых пойдет меня в линку долбить жесть что за бред чуть не убили меня было есть можно поесть жестко там леона сбахнул попытался мне сбить можно в ульт латар ульт латар чисто так почему нет зато руль татар ульт латар ульт латар а так вот то есть там тени закупился смотрите гиперстон мастер все из тревел 50 секунд рефреш кд так 200 хп есть лерик грызься просто ему пофиг секунд я щас овер быстрый буду сейчас рефреш будет уши такая непотная игра прошлое было очень потная но команда вообще ничего не делала там ссорились только жалко эта игра такая менее интересная но тем не менее прикольная я готов душить креста есть там центре сейчас будем прыгать вставать за космодон чем будем ультить тяжело сбил блин вот это конечно бред что через трек через линка верни трек залетает ржачный тени еще скалайся крит сразу давай драться не я не хочу драться я перейду не 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 ты хорош нет ты че серьезно зарезал просто просто меня зарезал там пацаны ставят панятся плохо вот такой какой-то бред получился у нас этой катка на самом деле но хз на любителя через два ультимейта чего нет но вроде неплохо получилось интересно забавно даже в какой-то момент сказал такой с фланговой линии его убил опустошил пацана так 10 секунд 9 8 6 5 4 3 2 10 секунд сейчас ульт и 3 койла и 3 койла опа и 3 койла можно было еще сделать этериал было бы тоже неплохо жестко конечно леурик докопался на меня вот стан ты опять меня сейчас не отпустишь да нет линка нет уже а не он не убил меня таки ну ребят вот такой вот бред получается у нас на третьем эсэффе к сожалению не такая потная игра как ожидалось но тем не менее прикольно вроде столько много ваншота всяких много прикольных моментиков было койлами в инвиз и конечно же но на этом все эсэфф гайд окончен надеюсь не буду его переписывать уже вроде сделал неплохо три разных билда смотрите сами какой вам прикольный но этот такой фановый когда у вас есть конечно в команде такой тени можно побаловаться там пошотать с ультов там ну красиво сделать эстетику да но это не профитно это не профитно а вот второй билд мне понравился минус дезоли чисто вот через дезоль на минус армор вот а то я минус дезоли сказал какую-то фигню ребят ну надеюсь в принципе все на сегодня надеюсь вам эти видосы понравятся обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал кто ждет свой гайд братцы все всем удачи